Шеломи Ряне, привет народ, с вами Слава Женя из Израиля. Сегодняшняя тема, тема бариатрических операций, почему я постоянно рву. Значит, я повторюсь для тех, кто первый раз на моем канале видит это видео впервые. Я 8 лет тому назад сделал слив, резекцию желудка. После этого у меня произошли некие проблемы, как рефлюкс и грыжа на желудке. И мне пришлось сделать повторную операцию, делать шунтирование, полное шунтирование. То, что есть мини-шунтирование, я делал обычное классическое шунтирование, плюс починку грыжи на желудке. Теперь, да, грыжи не урезают сегодня, особенно в Израиле, их заделывают. Есть некие способы, которые не буду вдваться в подробности. Значит, и я сделал эту операцию, все было классно, все было хорошо. И тут примерно через недели так 3, когда я начал уже пробовать нормальную еду, я довольно часто рвал. Значит, я не понял, в чем проблема. Бортился к врачам. И тут меня осенило. Есть таблетки, которые мы должны пить, кроме витамина, в первые 3 месяца. В Израиле эта таблетка называется Nexium. Вот, как она называется у вас, я не знаю, но это не Omeprodex. Это немножко другое. Там, как я понял, есть вещество, которое называется Omeprozol. Вот, и нужно его пить хотя бы раз в день, в течение 3 месяцев. Как только я стал принимать эти таблетки, я тут же перестал рвать. Теперь, все было хорошо, я перестал рвать. И тут я уже месяц и 2 недели после операции, может быть чуть больше. И тут я понял, что я опять иногда, когда я что-то кушаю, я могу вырвать. Теперь, я стал изучать это тело, пошел также к врачам, говорю, смотри, скорее всего, скорее всего, или твое тело не хочет принимать данный продукт, или же ты плохо пережевываешь. Дам пример, мне врачи сказали, что нужно кушать, уже мне можно кушать огурец без кожуры. Решил попробовать, взял огурчик, порезал. Естественно, не целый огурец, сколько там, пару кусочков. Я прожевал очень тщательно, очень хорошо. Прошло. Окей, покушал. Через 3 часа делаю следующее. Беру то же самое количество огурца, но не срезаю с него шкурку. Зачем я это делал? Я такой человек, который любит тестировать, проверять на себе все эти вещи. Правильно или неправильно, скорее всего, это неправильно, но я так решил, потому что надо проверить. А вдруг, что я вам скажу? Я поел где-то через минут 25-30, пошел это вырвал все. Так что вот такая вещь. Допустим, у меня есть классический примил еще вот со вчерашнего дня. Я до этого кушал курочку в духовке, решил сделать себе индюшку. Что я вам скажу? Я индюшку прожевал хорошо, организм не принял. Поэтому, если вдруг вы решили попробовать для себя что-то новенькое, то, что вы еще, к примеру, не ели, да, не мешайте это с другими продуктами. Возьмите конкретно вот данный кусочек мяса или данный кусочек овоща или фрукта, покушайте его чуть-чуть и посмотрите, какая будет на него реакция. Я понял, что мне шкурка с огурца делает плохо. Я от него, я от нее рву. Вот, это то, что вот мой такой опыт на тему вырывания. Да, я пью свои таблетки, я теперь не рву. Знаете, у меня рвота была не просто рвота, я не рвал едой вот до этого в первые разы. У меня выходила белая такая не очень приятная субстанция, вот, а еды не было. То бишь типа желудочного сока и то, что там есть. Вот, это было, да. И вот таблетка под названием Nexium решила мои проблемы. Ну, еще раз я вас призываю, просто призываю. Не делайте ничего сами. Советуйтесь с врачом. Так же, как я говорил в прошлых видео и в этом видео, я не призываю, я просто рассказываю мой опыт, то, что было у меня. Это было видео на тему ответ такой подписчикам. Не только рассказ, от чего же я вырвал, от чего бывает рвота. Как бы все. Если есть какие-то вопросы или пожелания, пишите в комментариях с радостью. Если получится, отвечу, сделаю видео, сниму видео-ответ, нет никаких проблем. Швоберянь, пока.